здравствуйте дорогие друзья этот ролик отвечает на некоторые вопросы точнее на один вопрос который часто часто задают вот мне банк не им фо предлагают выкупить долг что зачем почему для чего стоит ли вообще это делать здесь герпес адольфович взялся поговорить на эту тему с взыскателем его сестрицы давайте послушаем что из этого получилось или на мой не добрый это спрашивает это очень день компания евгений вы знаете нет она вышла оставила телефон мне она предупреждала что могут позвонить я готов с вами обсуждать все эти позиции если вам это удобно представьте пожалуйста никак обращаться я старший брат ее герпес адольфович так вот я пытался не дозвониться вчера тоже тут не получилось хотелось обсудить момент по оплате за должность по займу она что-то говорила по срокам да 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 пожалуйста напомните либо вы не сказали либо я пропустил ваше имя отчество если вам не жалко евгей да евгений алексеевич евгений алексеевич очень приятно напомню меня зовут герпес адольфович так смотрите у нее да не только у вас займы там кредиты и вот эти все неприятности назовем своими словами и что касается оплаты на данном этапе моей сестрицы нет никакого никакой простите возможности материальной оплачивать она я прилетел к ней там за 3 9 земель чтобы помочь с этим совсем разобраться чуть-чуть денежек ей подкинул но будем решать как-то законные методы изыскивать чтобы освободиться от этих вот обязательств кредитных я как раз звоню предложить один из таких простых самых способов мы готовы договор действующих не просто пересмотреть сделать реструктуризацию за 50 процентов даже чуть меньше получается от суммы то есть она будет должна там не 30000 она сегодня 14 половиной чтобы наш разговор не прерывался на всякую извините ерунду чтобы там не вставал не искал мне напомните просто пожалуйста когда она с вами заключила договор то этот 19 до 19 декабря шестнадцатого года получается три с половиной месяца до назад а сколько взяла в один из тысяч до а вы сейчас я слышал 30 тысяч говорили это с учетом процентов я говорю и выплат 29 200 сумма целиком мы готовы договориться за половину этой суммы подождите она неужели ни одного платежа не сделано у меня она она делала один платеж датирован он 30 января ровно 1000 рублей а и все на этом да ой смотрите но дело в том что давайте вот она по хорошему да я просто скажу что вы понимали я кандидат юридических наук и просто совершенно отчетливо знаю как эта ситуация может выразиться в суде а в суде она будет максимум судья конечно обозначит сумму фактического долга с небольшой коммерческой прибылью с вашей но это в том случае если вы в суд пойдете потому что давайте по честному я к вам никаких претензий персональных не имею чисто с юридической точки зрения подозреваю что договор носят признаки кабальной сделки с таким договором опасно в суд ходить потому что судя еще и штрафовать может истца поверьте на моей практике очень много таких случаев за то что но я понял еще в другой случай не тут а касательно то что судья может что-то списать спорить не буду списывается как вы знаете пение штрафа и прочее но по договору они не предусмотрены вообще это все идут процент который тоже вы знаете не списываются то есть это тело долго процент они не один нет и нет и существуют так называемая 333 статья и там как раз таки вот это все и списывается по ходатайству стороны одной заинтересованной на то она и статья чтобы вот это правда на усмотрение судей но поверьте прецеденты судебные отчетливо и открыто говорят что судьи не становятся на сторону микрофинансовых организаций так как я бы я бы я поспорил тоже с прогресса это это ваше право да ну дело в том что знаете когда они становятся когда нет со стороны ответчика никаких активных действий то есть ответчик не защищается а именно микрофинансовая страна организация простите подает в суд а ответчик выпучив глаза бегается страшными криками и кричит что все пропало а если идут грамотные возражения встречные иски и так далее и тому подобное но встречный иск в нашем с вами случае скорее всего не уместен будет потому что вы совершенно корректная организация судя по всему но вот по вам не сказать что вы там угрожаете вы совершенно адекватный человек спасибо вам заранее вот и тут понимаете встречный иск наверно не будет иметь место но в то же время возражения вполне скажем так закономерно местные боли ходатайство о снижении процентов неустоек несоразмерности потери понесенных убытков и так далее и тому подобное поверьте существует четкие шаблонные я вот уловил важную мысль во всей речи да то есть несоответствие потери компании суд может стать чай-то должность мы я почему сейчас звоню один я набрала мы готовы остановить на этих одиннадцати плюс три с половиной то есть она вращает не не намного больше никаких судов никаких судебных я обещаю я обещаю ей передать эту информацию но в то же время хотел бы у вас попросить если это корректно конечно сразу прошу прощения за наглость ваши ожидания последствий ну допустим чисто в гипотезе предположим она отказалась что вы намерены делать в этом случае это просто воспринимаете я понял да смотрите могу ответить это тоже не секрет сейчас идет с первого дела должности по практике после 75 договор уходит просто на тендер а коллекторы коллекторы да но я надеюсь сейчас дурачков то мало навряд ли у вас есть скажем так мысли что его кто-то купит ну или бы я бы я бы здесь очень стал с вами спорить но просто время не жалко дурачков не 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 кстати говоря очень классно я очень ждал этого ответа давайте с вами договоримся в надежде на вот этих дурачков блин если для вас это выгодно если они купят у вас за эти 11 тысяч продавайте ради бога а с коллекторами поверьте я разберусь я их через коленку перегну и пошлю куда подальше они у них нету прав никаких ну вы же организация грамотная вы же пришлете нам договор сессии да как только заключить его не обязательно то есть эти агентские 1005 по агентскому договору не только имеют право сообщить имеющимся долги напомнить и требовать и требовала мы не обязаны с ними в диалог вообще вступать я могу извините за выражение их посылать они даже доказать кто они а вы вы это причем здесь вообще они с вас будут спрашивать непосредственно с Магелиной ну я мне элементарно доказать свою возможность легитимность своего общения она один раз им скажет что я доверяю формате устной доверенности ну ладно давайте не будем об этом хорошо допустим это она будет нас с ними беседовать есть 230 федеральный закон который регулирует отношения между заемщиками и кредиторами в том числе микрофинансовыми организациями статья 9 если мне память не изменяет и там есть четко конкретно фраза что обязан кредитор уведомить своего клиента заемщика о том что он делегировал какие-либо вообще не обязательно договор цессии а тот самый агентский договор понимаете просто агентским нет по агентским нет только в мире продажи мужчина пожалуйста давайте не будем спорить просто элементарно 230 фсф гугли набираете статья 9 и читаете давайте не будем спорить там четко написано поверьте я знаю я тоже не хочу об этом спорить потому что я знаю что я прав давайте ты должен все таки она на контакте будет как через вас выходить или самостоятельно по итогу если что какие новые предложения возникла она боится вас боится всех он будете вы отвечать постоянно да да конечно посмотрите ok google 230 федеральный закон ну что друзья а вот это вот ok google он понял что задница то горит и предпочел слиться то есть прервать разговор я со своей стороны хочу попросить вас поставить лайки ролик неплохой я думаю получился подписывайтесь на наш канал вступайте в нашу группу вконтакте ссылка на группу в описании ролика делитесь роликами этим и многими другими с нашего канала в соцсетях у себя тем самым привлечете еще большее количество людей поможете людям разобраться со своими проблемами но и конечно же нельзя обойти стороной наш сайт ссылочка на него в описании ролика на сайте выложена презентация алгоритма работы кредитных юристов компании алиам это касается всех тех кто хочет встать под юридическую защиту кто хочет стать клиентом нашей компании чтобы его интересы перед банками представляли грамотные юристы и уже через короткий промежуток времени вы вообще забудете о долгах на этом я прощаюсь с вами связи был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания алиам всем хорошего счастья и благополучия вам и вашим близким пока пока